В предыдущем судебном заседании сторонам, в соответствии с требованием статьи 383 Уголовно-процессуального кодекса, был предоставлен срок для подготовки к судебным прениям. Сторона обвинения готова к судебным прениям? Уважаемый суд, имеется ходатайство у нас. Разрешите? Хорошо. Уважаемый суд, участники процесса, перед началом судебных прений, сторона гособвинения просит возобновить судебное следствие части для предъявления ходатайства части квалификации в отношении подсудимого Байжанова. Все у вас? Да. Прошу садиться. Так, потерпевшие и его представители мнение по ходатайству стороны обвинения о возобновлении судебного следствия. Прошу потерпевшие и его представители. На усмотрение суда. Так, сторона защиты? Не возражаем. Не возражаем. Подсудимый Байжанов, мнение у вас какое? Я не понял, что хотят они? Возобновить судебное следствие. Следствие. Это для чего? Для того, чтобы уточнить по предъявленному обвинению, уточнение по обвинению. Не возражаю. Подсудимый Бишумбаев, мнение нет возражения. Ходатайство стороны обвинения удовлетворить, возобновить судебное следствие. Прошу, сторона обвинения, что вы хотели уточнить. Спасибо, уважаемый суд. Уважаемый суд, уважаемые присяжные заседатели и участники процесса. Орган уголовного преследования, подсудимому Байжанову, меняется совершение уголовного правонарушения, предусмотренными статьями 432 и 434 уголовного кодекса. Статья 434 уголовного кодекса предусматривает ответственность за недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении. Преступление характеризуется бездействием, то есть пассивной формой поведения, которая заключается в недонесении о достоверно известном готовимся или совершенном особо тяжком преступлении. Важным условием наступления ответственности по данной статье является то, что сведения должны быть достоверно известны виновному. Достоверно известными считаются сведения, полученные из таких источников, характер которых создает у лица уверенность в их истинности. Согласно пункту 4 норматива поставленного Верховного суда о некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за прикосновенность к преступлению и пособничество в уголовном правонарушении указано, что лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности за недонесение о преступлении, совершенном другим лицом, если они оба являются соучастниками другого уголовного правонарушения, совершенными ими в этот же период времени. Если при этом лицо своим сообщением о совершенном преступлении может изобличить самого себя. Согласно пункту 32 норматива поставленного Верховного суда о судебном приговоре, в случае изменения обвинения суд должен иметь новую мотивированную формулировку обвинения в письменном виде, представленную государственным обвинителем. Отказ государственного обвинителя от обвинения полностью или в части предоставляется в суд также в письменном виде с переведением мотивов. На основании вышеизложенных руководств ст. 337 ч. 6, 340, 364 ч. 2 УПК, сторона обвинения отказывается в части от обвинения в отношении Байжанова по ст. 434 УК, т.е. недонесения о преступлении. Продолжить рассматривание уголовного дела в отношении Байжанова по обвинению в совершении его преступления предусмотрено ст. 432 УК, т.е. заранее необещанное укрывательство особого тяжкого преступления. Укрывательство преступления является одной из форм противодействия осуществлению правосудия. Оно затрудняет своевременное раскрытие преступления и привлечение виновного к ответственности. Байжанов, не предпринимательник мер по разоблачению лица, совершившего преступление, совершил преступное деяние, направленное на сокрытие особо тяжкого преступления, которое не было обещано заранее. Как установлено, 9 ноября 2023 года примерно в 10.00 часов Байжанов, узнав, что ночью было избиение по указанию Бишимбаева, прибыл в ресторан Бау и прошел в вип-кабинку номер один, где находились Бишимбаев и Нукенова. Бишимбаев сначала настоял, чтобы никто не заходил и попросил принести одеяло. Далее, забрав одеяло из раздевалки, Байжанов занес их в вип-кабинку номер один и увидел Нукенову, которая находилась в бессознательном состоянии, в позе полулежа, нехарактерно здоровому человеку, откинув голову назад, со множественными травмами на лице и других видимых частях тела. Полуобнаженная верхняя одежда издавала неестественные хрипы. Кроме того, Байжанов заметил беспорядок внутри указанной кабинки, то есть повреждение двери, разбитую посуду, кровь, вырванные волосы и понял, что Бишимбаев в очередной раз избил Нукенову. В 10.22 часов после получения сообщения через приложение WhatsApp от администратора гастротенца Смайловой о прибытии сотрудников СГО для осмотра ресторана, Байжанов дал указание не запускать его, тем самым пытался организовать препятствия сотруднику государственного органа пройти в ресторан с целью укрытия совершенного преступления. Далее в 11.10 часов Байжанов в целях недопущения посторонних лиц в вип-кабинку, где находились Бишимбаев и Нукенова, покрывая своего родственника, самолично перекрыл вход в вип-кабинку деревянным ящиком с цветами. Кроме того, Байжанов попросил управляющего ресторана БАУ Алмагамбетову привезти в ресторан женскую одежду, которую после занес в вип-кабинку. В 13.17 часов Бишимбаев поручил Байжанову распустить весь персонал ресторана и закрыть его. Для этого Байжанов, зная, что в соседнем здании находятся представители делегации и действуя с прямым умыслом на укрывательство преступления, дал команду управляющей ресторана БАУ Алмагамбетовой без указания причины закрыть ресторан, распустить весь персонал и перекрыть вход. Далее в 13.21 часов после поступления на сотовый телефон через приложение WhatsApp сообщение от Бишимбаева об удалении всех видеозаписей из камер видеонаблюдения. Байжанов, зная о наступлении смерти Нукеновой для сокрытия следов преступления, немедленно поручил администратору гастроцентра Смайловой и руководителю отдела аренды Молдакаш стереть все имеющиеся видеозаписи не только с ресторана БАУ, но и со всего здания гастроцентра. Молдакаш, не осведомленный от совершенного преступления, 13.37, удалил все видеозаписи в серверной гастроцентре и выключил камеры. Продолжая свои преступные деяния, Байжанов сознательно, действуя в целях сокрытия следов преступления, начал предпринимать активные действия по поручению Бишимбаева, найдя мобильный телефон марки iPhone 15 Pro Max, принадлежащий Нукеновой в автомобиле Бишимбаева, в целях оставления местоположения геолокации заехал в фитнес-центр «Фитнес-Палас», где простоял в здании в течение 5-10 минут. После этого поручил своему помощнику Нуркайдар отвезти мобильный телефон в квартиру Бишимбаева и привезти одежду Нукеновой в ресторан. На протяжении дня Байжанов по различным причинам неоднократно заходил в вип-кабинку, где видел Нукенову, лежащую в одном и том же положении, без изменений и неподвижно, а также не проявляла признаков живого человека. Кроме того, Байжанов звонил знакомому врачу Серсенбаеву, который сказал вызвать скорую помощь, однако Байжанов не предпринимал соответствующие меры для оказания помощи. Вместо этого Байжанов, осознавая, что имеется реальная угроза разоблачения преступления, скрывая улики, принял меры для укрывательства путем закрытия заведения, распуска сотрудников ресторана, удаления видеозаписей с камер, далее перевозил телефон Нукеновой в другое место, неоднократно переносил женскую одежду в ресторан. Таким образом, Байжанов совершил преступление, предусмотренное статьей 432 уголовного кодекса, то есть заранее необещанное укрывательство особо тяжкого преступления. На основании вышеизложенного руководства требования части 2 статьи 364 уголовного процессуального кодекса просим принять новую формировку обвинения в отношении Байжанова. Прошу передать ее через секретаря. Прошу высказать мнение участников процесса по ходатайству стороной обвинения. Потерпевший и его представители, прошу. Уважаемый суд, по предъявленному обвинению не возражаем. По ходатайству стороной обвинения удовлетворить. Потерпевший мнение? Поддержу. Так, сторона защиты. Прошу мнение. Уважаемый суд, мы не возражаем, но поскольку здесь уйдет уже новая формулировка, новые доводы, нам требуется время. Мы должны получить письменное в виде. Вот этот новый обвинение мы должны согласовать с моим подзащитным. Он находится в следственном изоляторе, поэтому просим предоставить время также. Сколько времени требуется? Уважаемый суд, сегодня я по объективным причинам не смогу зайти к нему. Завтра, скорее всего, да? Поэтому два-три дня. Так, если сейчас объявим перерыв и вы переговорите со своим подзащитным. Уважаемый суд, сейчас я послушал прокурора, там новые формулировки, новые обвинения сейчас идет, новые обстоятельства. Там добавился вот этот ящик какой-то, СГО сотрудник, Ирсултан. Ну, это как бы за час мы не сможем, поэтому прошу предоставить нам полноценное время для защиты. Сколько времени требуется? Скажите, пожалуйста. Два-три дня мы просим, но не завтра, потому что я должен к нему попасть завтра, согласовать с ним, обсудить вот этот обстоятельств новый. Понятно. Так, согласно статье 355 Уголовно-процессуального кодекса, если составляется обвинительный акт, то судебное разбирательство не может быть начато ранее трех суток со дня вручения копии обвинительного акта. По этой причине, значит, судебное заседание откладывается для вручения подсудимому Байжанову, его защитнику, да остальным участникам процесса, новые формулировки обвинения, также отказ от обвинения, представленный стороной обвинения. По этой причине, главное судебное разбирательство откладывается на 2 мая на 10 утра.